друзья всем привет всем доброе утро из литфонд и спец сегодня я уже уезжаю отсюда уезжая на поезде на сухомском уезжая со станции гагра вот половина четвертого меня отсюда заберут половина пятого отходит от гагры мой поезд сейчас оделась шортики погода хорошая теплая шортики купальничек на дело и пойду немножечко позагораю у моря в принципе в 12 часов уже нужно освободить номер вот поэтому до пол четвертого мне еще надо будет как-то болтаться где-то сидеть ну хорошо здесь есть зона отдыха диванчики мягкие вот так что четвертого мне нужно будет как-то коротать время ну то море посижу то по обеду еще скажу сейчас покажу погоду за окном какая погодка у нас я думаю на улице градусов 22 точно есть на солнце наверное и больше присутствует ветерок небольшой но он теплый так что пойду сейчас к морю посижу немножечко у моря позагораю так как мне вообще загорать нельзя врачи сказали что с аллергией загорать нельзя можно только купаться ну вода холодная купаться еще невозможно но ножки помочить можно так что идем на пляж горы сегодня хорошо видно верхушки еще снежные у меня тут полным ходом сборы битком чемодан битком одна сторона битком во вторая как бы еще наполовину пустая и рюкзак еще более менее пустой туда пойдет этот пакетик с вещами шлепки для поезда так это одежда я одеваю но мне отсюда еще нужно забрать кучу всего понимаете куча всего хачапури сыр аджика колбаса вот такая сочинская чесночная по-сочински это очень вкусная колбаса я ее всегда привожу надеюсь довезу я ее не замораживала и вот все что в морозилке это то что дала мне валентина я все это заморозила и все это буду укладывать в чемодан и что-то может быть в рюкзак ну вот хачапури в рюкзак наверное поем еще здесь у меня мед еще аджика тоже которыми дала валентина вот две баночки в общем все это надо будет забрать уложить сыр я тоже заморозила который валентина дала фейхуа лимоны вот здесь лежат еще лимоны надо как-то уложить в общем их не знаю я на перевес чемодан мы будет весить я даже не знаю сколько боже мой только бы довести все так все выходим я здесь могу посидеть подождать потом видео помонтировать в принципе там внизу есть зона сейчас прошу у горничной может быть можно в час хотя бы выйти здрасте скажите в 12 освобождать или можно позже чуть нет 12 но вы будете убирать сегодня в мой номер нет заезда я пол четвертого выезжаю к трем хотя бы ой спасибо огромное спасибо тогда там убираться то не надо ничего я там сбора у меня ага спасибо мне везет мне точно везет ура ура до трех часов и пол четвертого я уже выезжаю так что еще успею полежать отдохнуть круто 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 конечно же я его благодарю сейчас приду и двери закрываются потому что я деньги даже ничего не брала приду и обязательно отставлю я чаевые у нас горничная просто классная ну вот в тенечке прохладно косят травку в тенечке прохладно на солнышке будет хорошо самое главное чтоб у моря не было ветра если у моря будет ветер то придется идти к бассейну а там наверно уже все занято я с другой стороны обошла не через главный выход где бассейн чуть короче получается путь сразу свернула здесь тоже есть дверь там бассейн травку покосили какой аромат стоит так я не сняла коттеджи не успела но можно посмотреть на сайте коттеджи шикарные так что кто хочет коттедж заселяться заселяйте семейные коттеджи говорят там вообще очень красиво но я тоже видела на картинках там классно по поводу сумок которые шьет татьяна она мне сказала как ли найти в одноклассниках я в прямой эфир когда выйду домой приеду я вам скажу адрес как ее найти в одноклассниках и тогда можете с ней связаться и она вам уже вышли свои работы и может быть что-то закажете принципе она не против мы с ней насчет этого разговаривали а народа на пляже полно на пляже полно народа все пришли и море сегодня спокойно я балдеть я пойду поближе к морю море прям спокойненько и много-много людей и здесь ветра кстати нет как уезжать так морешка спокойные все дни было все дни было с были волны очень сильные большие вам показываю море сегодня чистый как слеза смотрите какое чистое море прям обалденное я войду я в кепочке конечно сижу чтоб не было солнечного удара потому что с того года я испугалась в том году получила солнечный удар первый раз жизни и и это не очень приятно сдавать карточку который открывалась дверь к здрасте его 914 сдаю карточку карточку сдала горничная не сказал чтоб я сдала карточку потому что она мне уже не работает я до трех часов еще буду как бы находиться номере она мне где эти сама открою . я приложила когда пришла с моря а карточка уже не открывает мою дверь то есть ровно 12 ее заблокировали но вещи пока все там я уже оделась джинсы кроссовки футболку это в том в чем я поеду еще толстовка и куртка у меня с собой такая тоненькая будет то что москве вроде как похолодать тем более приезжаю я в 4 в 4 30 примерно утра я приезжаю кто пишет что вы мне видите там без фильтр с фильтрами на iphone я снимаю без фильтров все зависит от цвета когда-то нормально видите когда-то еще смотря как я выгляжу иногда я тоже помогу плохо себя чувствует сами понимаете и выглядеть могу не очень-то и прекрасно и как раз когда я поехала в сухом там кто-то написал но я на самом деле всю ночь не спала мне сильно болел живот вот и сейчас я тоже перед вами сижу вот в зависимости от цвета вы меня видите по-разному под загорела немножко красненькое лицо сейчас жду оксану а сейчас оксана придет и я иду на свой последний обед пообедаю и все еще немножко передохну и в путь дорогу фронтовую нет на самом деле уже домой хочется я уже соскучилась по всем так что ждите меня мои родные и сашулька тоже скоро приедет домой все у меня прощальный обед с оксаной я угощаю говорю давай по винишку за отъезд так что готова шампанская бутылка я бы не 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 я горят или не уеду отсюда вообще давай по винишке винишка вот купила винишка сейчас мы с ней по бокальчику а может и по 2 я себе взяла баклажаны тут салатик огурчик баклажаны здесь очень вкусные всегда делают маринованные огурчики плов и это плов на мясо почти но я не набрала специально мясо и котлетку взяла а еще взяла вот такой вот желешка очень вкусная молочная и безешку 1 оксана там супчик взяла апельсинчики с она идет но я тоже оксана во всей красе она кстати из донецка тоже как и татьяна они обе с донецка родом правильно или с горловки а ты не донецк считать донецка область а донецка ты именно город донецк вот но сейчас она живет на селе харди уже давным-давно оксана кто-то из моих подписчиков спрашивал где ты купила бомбер вот эту красненькую курточку в италии да так что здесь таких нет девчонки все в италии вся красивая одежда все мы с отъездом до легкой дороге все номер свой оставляю все вроде бы забрала ничего не забыла здесь оставила денежки горничной тут тоже такой чё оставила семечки там погрызла в холодильнике тоже все-все-все-все еду домой сейчас выйдем на балкончик с вами посмотрим еще пейзажи сегодня как раз такая хорошая погода красивая все видно хорошо там вдалеке вот где высотные до здания это пицунда море сегодня спокойно и хорошая с 1 мая открывается этот пансионат тоже сейчас сюда подъедет прям маршрутка и за 200 рублей трансфер стоит 200 рублей отсюда до до гагры уже дабсу и они да ну да кто-то дабсу едет кто-то едет до ж.д. вокзала кто-то едет до аэропорта я не знаю сколько стоит это с честно оксана вчера оплачивалась с оксана пойдет меня провожать не забуду спрошу у нее сколько тариф но это сейчас платно с 1 мая по моему трансфер бесплатный в этот пансионат то есть вас и встретят и отправят так что имейте это виду я уже сижу внизу на ресепшен жду свой трансфер щечки красненькие сегодня позагорала носик тоже красненький шейка красненькая в общем-то загорелась ручки в последний день ловила солнышко чемодан мой рюкзак мой стоит битком вообще тяжелый неподъемные вообще особенно чемодан просто неподъемный там столько подарков что то есть там от одной валентины подарки и они все тяжелые очень-очень много подарков ну и я еще своим привезла кое-чего подарочки тоже пришла меня провожать потом на пляж сразу пойдешь сразу сразу купальники уже сколько градусов не смотрела сейчас я кстати хотел спросить и подписчикам сказать там я вот до гагар 200 рублей мне трансфер стоит а у тебя до аэропорта сколько отсюда ты заплатил 1000 рублей он вообще нормально нормально ну странно до 20 градусов но на солнце все 30 это точно я уже на станции гагра сейчас подойдем поближе покажу вам саму станцию ну когда-то была очень красивая 13 вагон на второй путь надо будет перейти и туда в самый конец мне идти сказали вот это сам вокзал собачек много так сейчас поближе подойдем покажу вам по первому пути я так понимаю поезда не ходит потому что здесь прямо ржавые рельсы по второму ходит по третьему тоже нет вот такой вокзал гагра внутри все закрыто может быть хотят реставрировать или что не знаю там можно зайти посмотреть кстати а там написано что зал ожидания есть такая вот красота посмотрим что там зале ожидания такой вот зал ожидания тут милиция и все две скамейки а это еще скамейка и еще скамейка там свой поставила туда сама вот здесь на скамеечке посижу пока еще полчаса в запасе можно посидеть еще и позагорать полчасика что я и сделаю позагораю смотрите что обнаружила помните советские времена всегда были такие фонтанчики все мы подходили пили воду здесь остался такой фонтанчик хорошо что нет к вида постой паровоз не стучите колеса кондуктор нажми на тормоза и все я уже в вагоне заселилась одна надеюсь что буду ехать от на всю дорогу я очень на это надеюсь потому что вагоны пустые в общем то вот поэтому надеюсь надеюсь у нас весь вагон почти пустой там буквально занято пару купе вот переоделась уже штанишки носочки . в общем все как в прошлый раз также вот все чистенькое все там в пансионатике перестирала пересушила так ну что хочу сказать про вагон есть зеркало да но не во весь рост но есть вешалки второй этаж высокие потолки не такие как в 104 низкие потолки здесь высокие здесь можно сесть например а там невозможно было сесть надо было нагинать постоянно голову вот есть дополнительное одеяло на первом этаже у меня матрасик принесли чистые постельное белье пока больше ничего не знаю есть розетки пожалуйста для телефона есть подсветка ночная вот она столик здесь для чемодана хорошая высота я уместила свой чемодан положила а здесь такое как железное такое багажное еще отделение вот ну в общем то есть я буду проходить границу надеюсь ко мне не будет привязываться потому что прошлый раз привязывались то типа что у меня губки раньше были здесь уголочки остренькие а сейчас не остренькие и вообще я не похожа на паспорте я говорю ну извините вот так сфотографировали в общем много вопросов не задавали каверзных надеюсь сейчас пронесет очень надеюсь потому что прошлый раз минут 15 у меня допрашивал потому что не похоже ты на паспорт на паспорте на своем вот такие дела еще напомню что возвращаюсь я поездом суху москва но села я на станции гагра он идет приходит на казанский вокзал в москве идет он вот сегодня в пол пятого вечера я села сегодня 26 число 27 я еще еду и 28 в 4 30 утра в 4 30 утра он прибывает на казанский вокзал то есть утром рано проезжаю сейчас места по которым я буквально вчера в гаграх ходила вот это амар парк отель амар парк отель проезжаю что хочу сказать в вагона ресторана в этом поезде нету я себе купила хорголтон уже у проводника и купил еще с морсик и пить хочу вот сейчас знаете что пойдем посмотрим туалеты пока людей нету в вагоне особо посмотрим что здесь за туалетики пока не здесь здесь никого нету пусто здесь никого нету наверно во двери будут заходить люди здесь никого нет в общем я вам говорю вагон пустой ой закрыт а нет открыт ну вот такое обычный туалет но кстати не пахнет вообще нормально абсолютно запах освежитель висит это вам большое зеркало руки помыть полотенцем мыло есть вообще не пахнет вообще не пахнет чистенько но это наверно пока доширак но у него вот роллтон вернее был с говядиной вообще люблю с курицей доширак но что было то было взяла сейчас у него воды нету обычной питьевой газированная только я газированную не очень потом на какой-нибудь станции куплю но так как я вся переполненная все у меня битком я даже еду никак у не покупала правда я купила сыр плавленый в таких вот маленьких в листочках который открывается вот купила сыр купила есть у меня сладости немножко и есть у меня еще клубаса вот этот по-сочински которую я везу я ее тоже могу покушать вот ну и на станции что-нибудь куплю так что голодная я думаю не останусь здесь часто будут остановки вот а завтра я еще по идее буду в Воронеже вечером я буду в Воронеже и по идее должна встретиться с Сашей который мы с моим тоже другом который живет в Воронеже он завтра придет на станцию там будет 35 минут остановка и мы с ним должны встретиться эти 35 минут мы с ним вместе проведем друзья ну я подъезжаю к Воронеже уже осталось буквально пару минут и сейчас буду встречаться с своим давним давним другом Сашей он живет в Воронеже сам и ну мы вот периодически вот так вот встречаемся иногда вот он часто меня приглашает к себе в гости но я все никак не доеду вот он часто бывает тоже в Москве работает он тоже проводником сегодня у него выходной завтра как раз в рейс и сейчас мы с ним здесь встретимся он мне как раз принесет покушать картошечку сварил курочку пожарил и огурчики соленые мне очень что-то захотелось он говорит что тебе приготовить я ему заказала такой заказ так что сейчас увидим Сашку Воронеж 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 Вухожу Саша Выхожу Выхожу Вухожу Вухожи Вот он Сашуйка Вот Сашуля мой который живет в Воронеже я вам про него рассказывала Я вам расскажу своим подписчикам А Да И Родионовой тоже Родионовой у тебя хотела увидеть А что она не хочет услышать Ну я буду услышать тебя В смысле как Наберем ей давай А наберем по видеосвязи Да Ну можно Я уже в такси ела к Свете Саша Саша подарил мне вот такой вот букет роз красивый Так что я возвращаюсь с цветами Саша который в Воронеже Еду к Свете забирать свою машину и забирать Венечку Так что я уже в Москве Друзья ну я уже дома Все Мы соединились С свинюшкой Вот он Во всей красе Встречал маму Встречался Соскучился Конечно Да Ну в общем Я уже дома Разбираю чемодан Разбираю Это все на стирку пойдет Что-то чистое Это мои Покупки Всего-всего Очень-очень много Много чего из турецкого магазина И кофе Все на подарки Что-то себе Маленький вот такой Турецкий кофе Это у меня Боди крем по-моему Здесь кондиционер для волос Купила два вот таких Тоже боди крем Но я их буду использовать как для рук Я думаю Мыло Там то что я вам показывала Я купила вот этот крем Тоже показывала вам его в магазине У меня есть такой оливковый Сейчас купила С маслом органа С маслом органы Так Крема крема Здесь Чай Что-то показывала Приправу Вот такую Купила Здесь Женщина Сейчас расскажу Про этот подарочек Сейчас еще расскажу Это коньяк Зубная щетка Купила Тоже Турецкая Так Это Купила Такие Турецкие Ну не полотенчики А тряпочки Они вот С такой какой-то вот Прослойчкой Пупырышками Не знаю Еще купила вот такие Тоже Тряпочки Так Это я купила В монастыре Сказываю на скорую руку Все Только приехала В общем разобрала Потому что потом Мне некогда будет показывать Эта ладонка Кожаная На веревочке Я купила Три штуки Себе Свете И Саше Вот Купила еще Вот такую Штучку Это зубной Порошок Отбеливающий Клубничный Я его вытащила Вот из коробки Показываю Он сделан В виде Раковины Вот себе Один взяла Попробовать Не знаю Что такое В общем тоже В турецком магазине Купила Зубной порошок Потом Здесь у меня пакет Для Полины Турецких сладостей Давайте Покажу вам Для Полины У меня Такие Браслетики Вот и этот Браслетик Ну возможно Может быть я его себя Ставлю Или ей Как понравится ей Такой нет Не знаю Потом я и купила Вот такие вкусняшки Полинки Вот такие Что-то С орешками Здесь Какие-то Тоже Конфетки Такие Мягкие Непонятно Здесь Тоже Арбузное Что-то Все Помялось Здесь Вот такие Крутяшки Вертяжки И это Еще Тоже Такие Конфетки Жевательные Тоже Это Полине Лимоны Тоже Довезла Все Хорошо Это я себе Завтрак приготовила Сейчас я буду Пить кофе Это сыр Который мне дала Валентина Два кусочка Отрезала И хочу рассказать Вот про это Вот эти вот сладости Уже второй раз Мне вот дает Соседка Валентины Она рядом Работает в магазине Не успели мы ее снять Хотела от нее зайти Но она заходила в магазин Я с ней познакомилась Очень красивая женщина Привет ей большое Спасибо большое Она тоже меня смотрит Она мне уже не в первый раз Выпекает в дорогу Вот такие Рогалики В прошлый раз Еще она мне что-то вкусненькое Выпекала Я вам показывала Я привезла домой Еще не ела Они с орешками И намолола мне кофе Фирмы Кантата Она работает рядом с Валентиной Вот это кофе Кто хочет покупать Это очень вкусная И хорошая фирма Там не только Кантатов Есть кофе Что-то еще Какая-то продукция Зайдете к Валентине Она вам скажет Где по соседству Работает эта женщина У которой Вот такая вот лавочка Кантата И она Там продает Это все И молит кофе Она мне намолола кофе Представляете Вот столько Привет ей большой И спасибо огромное Оно такое ароматное У меня пропах Весь чемодан кофе Вот Ну заварила я сейчас себе другой кофе Так Не знаю не знаю Яйца еще с Пасхи Лежали в холодильнике Сейчас очищу Проверю Хорошие они или нет Зефирки у меня И здесь я все Пока разложила Так по чуть-чуть Так что я еще Привезла Аджику я вам показывала Потом я Чай Себе вот этот Оставляю Краснодарский И краснодарский Липый мед Вот я как-то его покупала Очень вкусный Так Здесь у меня Для папы Сейчас пока Аджику не ест Сыр Тоже наверное Навряд ли Я ему купила Краснодарский чай Вот Такой настоящий Краснодарский Листовой Он С ароматом бергамота Он Меня давно просит Именно чтобы Краснодарский Здесь ему Печеньки из Турции Здесь ему еще Вот такой Магнитик Я себе кстати Тоже его Уже повесила Вот он Магнитик Красивый Так Ему тоже Магнитик Еще один Чай Тоже Черный Тоже Краснодарский Это обычный Черный чай Листовой Вот Это папе Так Специи Папа Не любит Поэтому тоже Ему ничего Не даю Соусы Он не любит То есть ему Ничего такого Не нужно Здесь еще Отдельно Для Саши Специи Для Александра Моего Жениха 35-летнего Так Здесь Саша Мне Букет цветов Кстати Который Саша Мне подарил Вот они Розы Я их привезла Поставила Обрезала Шикарные Шикарные Розы Просто вообще И пахнут И цвет Потрясающий Прям Саша Огромное спасибо Очень приятно Проводник поставил их В ведро Он говорит У меня есть ведро Давай я их заберу Поставлю Завтра заберешь И я вот утром Сегодня забрала Я надела вниз Футболку черную Сверху черный Пиджак Украшения Джинсыки И кроссовки У меня сегодня New Balance Ну вот Ну да И приобретите Чтобы они были Недельки Чтобы не соскакивали С ноги Угу Так Так Какие высокие Да Устойчивые Нет Да Они очень хорошо Устойчивые И повыше как-то У них сразу Не нормально Даже если чуть Чуть-чуть Вдруг разносятся Можно стельку Подложить Чтобы не малые Потому что те Прям малые Мне уже Так Это я еще сумочку Вот мне дали Тоже Такой как рюкзачок Беленький А Нет Они как раз Еще прям чуть-чуть Вот капелька Там места Даже Хорошо То есть не жмут Ничего Да 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 Отлично Так 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 Можно Так Носить И можно Как рюкзак На одно плечо Так 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 Вариант Ну это мой вариант Как бы Я такие люблю Через плечо Чтоб руки Были свободны Спасибо.